Уважаемые коллеги, разрешите вам рассказать о том, как организована работа в Самарском раковом регистре. На слайде вам представлена территория нашей области. Население составляет 3 миллиона 211 тысяч человек. У нас 5 городов. Из них самые большие это Самара, Тольятти, Сызрань. Остальные 3 малых города и 27 сельских районов. Здесь мы представляем вам нашу инфраструктуру. Районы здесь все представлены и 3 специализированных учреждения. Это Самарский областной онкологический диспансер, это онкослужба города Тольятти. И онкослужба города Сызрани. То есть в самых больших городах Самарской области сосредоточены специализированные учреждения. В остальных районах, сельских районах, административных районах города Самары работают онкологические кабинеты, которые осуществляют учет онкологических больных, принимают онкологических больных, непосредственно отвечают за организацию медицинской помощи онкологическим больным. Это о структуре. И вашему вниманию мы представляем, как было заявлено организаторами, источники информации, которые поступают в раковый регистр. Значит, информация, поступаемая в раковый регистр Самарский, можно разделить на две части. Первая, она представляется на бумажных носителях, это извещение, протокол, выписка, то есть те документы, которые регламентированы нашими приказами. А с другой стороны, эта же информация поступает из электронной медицинской карты, которая ведется в Самарской области. Она сопровождается нашим МИАЦам. И, конечно, не вся информация поступает в раковый регистр, а данные, даты и причины смерти об онкологических больных, потому что в структуру вот этой региональной информационной электронной медицинской карты входит как раз база данных умерших. А также еще информация о госпитализациях всех онкологических больных в стационары области. Это касается как специализированных учреждений, я вам говорила, их три, а также любой стационар города, куда поступают наши больные, тоже вся информация в качестве выписки, но она электронная, поступает в другую часть ракового регистра, это госпитальный раковый регистр. И, как вы видите, наш регистр можно разделить на две части, популяционный и госпитальный, и они взаимодействуют. Собрав информацию о госпитализациях, мы ее конвертируем, подливаем в популяционный раковый регистр. Конвертируется информация об хирургическом лечении, лучевом лечении, химиотерапевтическом лечении. И таким образом мы формируем блок данных, и потом его конвертируем в федеральный раковый регистр. На том совещании, который прошел у нас в Самаре в апреле, мы были в отстающих, и сейчас, Ольга Петровна, мы отправили вам те данные, которые недоставали. Вы посмотрите и нам сделаете соответствующее замечание. Та же модель, о которой я сейчас рассказала, она в более простом виде здесь представлена. Вот вы видите бумажный носитель, электронная медицинская карта, областной госпитальный регистр, база данных, смертность, и все это попадает в популяционный раковый регистр. Я вам говорила о том, что у нас еще две крупные территории, это Тольятти и Сызрань, и вот здесь показано стрелочками, как идет обмен информацией. Информация вносится не в онлайн-режиме, мы раз в квартал обновляем эту информацию туда-сюда, и вот таким образом ведем данные. И еще одна стрелочка – это база данных Медстат. Вот то, что мы получаем, наши формы отчетные, государство, официальная отчетная отчетность, вот она получается из данных ракового регистра, тоже конвертируется здесь автоматически. База данных Ракового регистра Самарской области представлено 234 тысячи больных, из них 103 тысячи мужчин, 130 женщин, и вот здесь вот инситу, 690 инситу из них. И если мы работаем с 1996 года, и здесь мы представляем вашему вниманию сравнительные данные о официальных отчетных формах и базы данных Ракового регистра. База данных Ракового регистра – темный столбик, а официальные отчетные формы – светлый. И вы видите, если раньше, в 2000-2001 году больше было, разница была значительная между Раковым регистром и официальными отчетными формами, то в 2014 году здесь почти одинаково. И вот здесь, если посмотреть, то, например, первичных больных по официальным отчетным формам было 13 374, и по базе данных – 13 373. И по всем категориям они здесь практически соответствуют. К этому мы шли непросто, долгим путем сложным, но вот сейчас как бы все получается из Ракового регистра. И несколько слов об эпидемиологии. Представлены вашим вниманием стандартизованные показатели заболеваемости. Вы видите, на первом месте рак легкого, дальше второе место рак желудка, ободочная кишка, лимфомы и лейкозы. И такая же структура смертности. Примерно те же локализации. Как организована работа? Вот все вы знаете, уважаемые коллеги, что у нас есть определенные нормативы или стандарты, по которым мы работаем. У нас есть стандарты профилактики, активного выявления, специального лечения, реабилитации, паллиативной помощи. И наша задача с вами посмотреть, правильно ли организована медицинская помощь в различных подразделениях службы. И поэтому вот существует у нас такая система курации и организационно-методической поддержки учреждений области, во время которой мы проверяем порядок исполнения вот этих стандартов, прописанных в наших нормативных документах. И как проверяется? Это проводятся комиссии, различные проверки, формируются акты. Вот эту верхнюю часть схемы мы называем организационно-методической работой, ту, которую мы с вами проводим. А ниже представлена система учета. о которой я вам рассказала, вот так она организована. Мы кроме работы по раковому регистру, мы разработали определенные индикаторы, которые позволяют нам одновременно проводить и организационно-методическую работу, и рассчитывать эти индикаторы в системе ракового регистра. Потом формируются справки, заключения, разрабатываются какие-то решения и проводится коррекция тех мероприятий, которые мы проводим. Вот таким образом вместе это все идет. И с одной стороны организационно-методическая работа, а с другой стороны система учета и расчет индикаторов. То есть они друг друга дополняют. И цель – разработка каких-то определенных организационных решений. Да что ж такое? И посмотрите, пожалуйста, вот здесь ни разу… Что? Сейчас я заканчиваю. И здесь мы представляем вашему вниманию, как проводится экспертиза тех или иных документов, которые поступают в раковый регистр. Вот видите, значит, у нас идет сверка первичных и умерших онкологических больных, сверка информации о специальном лечении, проведенном в текущем году, и сверка данных о состоянии больных и состоянии опухолевого процесса. И в качестве примера вот этой экспертизы мы показываем вам базу данных смертности. Я говорила о том, что в МИАЦ ведется на основе свидетельства о смерти ведется электронная база о смерти. Данные конвертируются в раковый регистр и формируется электронное свидетельство о смерти. Оно включает непосредственно данные о дате смерти, причине смерти, враче, который выдал свидетельство о смерти. И вот в структуре регистра есть такой блок экспертиза, где мы определяем, какие ошибки допустили доктора при кодировании причины смерти. Например, полное несовпадение кода МКБ с наименованием диагноза, отсутствие четвертого знака, или же информация о том, что данная причина смерти является проявлением прогрессии заболевания, или же у пациента имеют место прогрессии заболевания, а причина смерти – другое заболевание. И таким образом вот эта экспертиза, вот эти данные описываются здесь, в базе данных, и формируется вот такой список, который отправляется в лечебное учреждение. Мы как бы разговариваем с нашими докторами, коллегами в лечебном учреждении, о том, как правильно определена причина смерти. Вот это один из примеров вот такой экспертной системы. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Вопросы? У нас мало времени на вопросов на эту презентацию, но есть ли у вас вопросы? У вас всех такая система, модель правления? Нет. Что вы думаете, в Самаре лучше, да? Да. Мы лучше в Самаре. Они будут в Шарик. Тогда вы сможете учиться у Самары, да? Да. Большое спасибо. Спасибо.